В крупных столичных магазинах появился новый вид мошенничества. Главное действующее лицо аферы – пенсионер. По словам очевидцев, он намеренно провоцирует посетителей торгового центра, а затем заявляет, что его избили. За то, чтобы уладить дело миром, требуют деньги. В нашу программу уже обратились первые пострадавшие. Специальное расследование Евгения Могилевской. Мария Манзарова вместе с мужем и ребенком отправилась в крупный торговый центр Подмосковья за покупками. Их планы нарушил прохожий пенсионер, который вдруг посреди магазина набросился на семейную пару. Дедушка разворачивается, начинает кричать, матом ругаться. Ребенок спал в коляске, проснулся. Страшный дедушка был. Пенсионер стал бить ногой детскую коляску, и главе семейства пришлось защищать своего ребенка. Он начал размахивать руками, именно напрыгивать, защищаясь, я действительно от него отмахнулся. Он здесь начал кричать «Милиция, милиция, милиция!». Семья Манзаровых отправилась в полицейский участок при торговом комплексе. Там на телефон они сняли вот эти кадры. Пенсионер утверждает, что получил серьезную травму и начинает требовать денежную компенсацию. Молодые люди были уверены, точку вскоре поставят в съемке с камер видеонаблюдения. Ведь никто пенсионера не бил. Однако местный участковый Дмитрий Остраухов без лишних доказательств встал на сторону пожилого человека, говорят супруги Манзарвы. Обратился ко мне, ты платить будешь? Я говорю, нет. Я говорю, потому что я ничего не знаю. Он говорит, ну тогда садитесь, пишите объяснительные заявления дедушки у меня есть. Говорит, мне все понятно. Деньги просили оба. И дедушка, и участковый постоянно ходил вокруг меня и спрашивал, будешь ли ты платить деньги? Молодой человек уверен, старик и полицейский могли быть в сговоре. Ведь за то, чтобы забыть про инцидент с Манзаровых, по их словам, потребовали более полмиллиона рублей. Правда, внутренняя проверка не обнаружила нарушений в действиях участкового. Его задача собрать первоначальный просто материал. А уже в дальнейшее рассмотрение все входит в компетенцию суда мирового. Приобщать видеозапись с камер наблюдения к материалам дела участковый, как выяснилось, не должен. Тем более, что в торговом комплексе она якобы не ведется. Видеозапись там не было. То есть там не ведется видеозапись? Нет. Однако в администрации самого торгового центра эту информацию опровергли. Есть у нас видеонаблюдение. У нас есть торговый центр, он под камерами. Мы сами отправились на место происшествия. Выяснили, что старик, очень похожий на фигуранта этого дела, давно известен местным секьюрити, как заядлый дебошир и хулиган. Точно похож, да? Да. Он может и заехать. А чем мы можем помочь? Как мы можем помочь? Не дай бог его еще и вот так вот одернешь там или что-то. Сотрудники рассказали, что в торговом центре орудует и еще одна возмущенная пенсионерка. Она выходит на дело с дочерью. Одна вот ягода поля малин. Такие же. Дочь особенно подкованная. И мне как ощущение, то ли она сама в юристном где-то работает, то ли она в ментовской сфере. По словам Чобовцев, пожилая женщина также пристает к покупателям, сама устраивает склоку и тут же прикидывается пострадавшей. На помощь приходит дочь. Деньги это безусловно, у них это как цель. Но они от процесса самого получают удовольствие, выводя людей из равновесия. Получить объяснение от того самого участкового Дмитрия Остраухова у нас не получилось. Страж порядка все время отсутствовал на месте. Какой-то неуловимый у вас, Дмитрий Юрьевич. Связывайтесь с руководством, они вам его поймают. И он вам перезвонит тогда. Участковый так и не перезвонил, зато с нами встретился еще один пострадавший от мошенников. Виктор Бондарчук рассказал о другом способе вымогательства денег у покупателей. Например, ему как-то подбросили в тележку неоплаченный товар и обвинили в воровстве. Но за 10 тысяч рублей охранник пообещал закрыть на это глаза. Сначала хотел больше, хотел 15, но как-то начал, ну если не 15, давайте хоть 10. Но зашел-то вопрос в чем? Я-то не крал его, правильно? За что я буду платить? Виктор написал заявление руководству торгового комплекса и в скором времени Чоповца уволили. Покупателю удалось отстоять свои права без помощи полиции. Что касается неуловимого участкового Дмитрия Строухова, то сейчас в отношении него отдел собственной безопасности главного управления МВД по Московской области проводит дополнительную проверку. Она покажет, действительно ли полицейский нарушил закон или всего лишь защищал обиженного пенсионера. Евгения Могилевская, Артем Гусев, Дмитрий Шлемин, Илья Налетов. Вести. Дежурная часть.